Всем привет! Меня зовут Алена и вы на канале Caracol Stitch. Подходит ноябрь уже к своему завершению. Осталась буквально последняя неделька, даже наверное меньше чем неделя, несколько дней и я хотела вам снять просто такое отдельное видео, небольшое, пусть оно будет маленькое, но я просто хочу вам показать чем я буду заниматься вот эти последние дни. Ну по крайней мере столько дней сколько у меня будет свободных. Я знаю, что завтра у меня более-менее свободный день, но я завтра хочу кое-что другое поделать, тоже связанное с вышивкой, может быть вам покажу в этом видео, да, потому что я хотела постирать там кое-какие вышивки и может быть даже что-то попробовать подобрать под оформление, ну в общем знаете как, не знаю, посмотрим, потому что когда у меня выпадает свободный день, мне его повышивать хочется и пооформлять хочется, в общем все хочется, а день-то один он же не резиновый, его не растянуть, поэтому не знаю как, как карты лягут. Итак, девочки, смотрим, значит я эти дни последние буду вышивать, малышки я вышивала, вам показала, пока я их откладываю потихонечку, да, я буду продвигать остальные свои сюжетики. Розочки, вы помните, что розам не надо выше тысячи крестиков до 15 декабря, я к ним пока еще вот ноябрь к концу подходит, я еще не дотрагивалась, следующий к очередной тысяче, поэтому я вам показываю, что я хочу сделать, я хочу повышивать вот эту часть сегодня, да, сколько у меня тут получится, вот эту заполню и потом мне надо тут переставлять пяльца, понимаете, у меня никак тут не получается довышивать, может быть переставлю пяльца и закончу вот эту дощечку, если получится у меня, если нет, то значит буду вот эту часть вышивать, потому что здесь, давайте-ка посмотрим сейчас я, что тут у меня, сейчас я хочу посмотреть, как сколько здесь у меня будет, ну это вот эта часть, вот эта беленькая, вот это, ну здесь крестиков 500, наверное, да, белое это есть, это есть, а и вот этот листик, вот он, вот здесь будет этот листик и вот эта белая часть, да, ну не знаю, сколько там получится, в общем, сколько бы не получилось, все мое, как говорится, правильно, так что буду пытаться двигать хоть сколько-то крестиков, чтобы потом за две недели мне 500 успеть вышить. Далее, далее я показываю, ну вы видите, я уже вовсю использую здесь мои третьи энергии и мой сюжетик от Марии искусницы, мои гады, да, что я сейчас хочу, я, наверное, сейчас буду вот у этой малышки вышивать бэк, ну вот последние денечки эти, да, то есть розочки и бэк и надпись, в общем, я посмотрю, а уже в следующем месяце я буду вышивать бэк на вот этой малышке, да, потому что здесь тоже его много и тоже надо писать название этой кракозябры, ну и потом вам покажу, то есть вот это мои планы на такую вот коротенькую эту недельку, посмотрим, что я выполню, как я выполню, посмотрим, что у меня получится. Все, пока отключаюсь, приступаю к вышивке, чтобы не тратить много времени на болтовню. Встретимся с вами через секундочку. Девочки, повышивала вчера, решила вам быстренько отчитаться, ну, хотя бы показать быстренько, эта же неделя у нас короткая, поэтому вышивать, дней вышивальных будет не так много, но все равно хоть что-то будет. В общем, я сделала, как я говорила, вот эту я часть заделала, да, вы помните, были пропущены, снимаю с рук, поэтому немножко будет дрожать. И вот эту вот часть я тоже, я ее не всю, вот здесь у меня еще есть где-то пустота и вот здесь еще есть, да, но я вот все-таки вот здесь часть заполнила, вот этот немножечко листочек, кусочек, так мне надоело светлыми шить, я решила перешить, подшить немножко зеленушки. Ну вот, в общем-то, двигаю, двигаю. Сегодня я думала, что у меня же будет возможность повышевать, а вот не тут-то было. Только что пришла с работы, уже у нас темновато, но еще не ужинали ничего. И я вот думаю, что, скорее всего, я сейчас пока еще, мои мальчики там есть не хотят, я, может быть, часик повышеваю, потом будем ужинать и, ну, после ужина, может быть, еще часик, если мне удастся повышевать. Я же хочу переставить пяльцы и довышивать вот эту вот... Наверное, вы знаете, я так и сделаю, потому что она мне просто глаз мозолит. Здесь вот чуть-чуть осталось, я, наверное, сейчас переставлю, буду ее вышивать. А потом уже переставлю в сторону, и чтобы у меня вот эта розочка была где-то здесь, и пойду дальше. Наверное, так и сделаю, точно. Все, план вам рассказала, я переставляю пяльцы и приступаю. Следующее мое включение я повышевала. Девочки, я уже переставила пяльцы, как вы видите. Видите, сейчас я вставлю вам фотографию. В общем, я доделала забор и, как я вам говорила, переключилась уже на розочку. И да, если вы заметите, то все, видите, это вот кусочек то, что у меня с этого листа осталось. Вот это уже все идет второй лист. То есть вот эта граница. Розочку я тоже вышила. Единственное, мне кажется... Так, вот здесь какой-то один крестик сейчас через камеру увидела. Все время я вижу через камеру крестики, а так не вижу. Ну, если пропущенный. Вот один крестик пропущенный. Ну, то есть розочка уже все, и здесь идет листик. Это уже будет листик. Я его начала. Граница здесь листик, тут листик. Все. И здесь зеленые листы будут уже. То есть эта вся часть уже... Розочка тоже готова. В общем, я довольна своим результатом. Хорошо уже поле мне тут прорисовалось. Вы видите, что происходит с конвой, когда долго лежит конва. Сколько я уже... Пару лет вышиваю, да? По чуть-чуть. Ну, я, кстати, даже вчера открыла свой блокнот вышивальный и смотрела, сколько дней я вышиваю этот набор. И вы знаете, вот за два года я пролистала у меня... Ну, самое большое, по-моему, было семь дней в месяц я вышивала, да? А так вышиваю два дня, три дня, один день. Есть месяца, буквально было пару месяцев или три даже месяца. Ну, в прошлом году и в этом году, что я по два месяца, по три вообще не вышивала. То есть, реально, дней я на этот сюжет трачу немного. Вот сейчас я уже стала... И то благодаря нашему межсобойчику с девочками, да? Что как-то это стимулирует. И я, в принципе, хотела до конца этого года закончить первый лист. И, слава богу, я думаю, что я смогу справиться еще целый месяц впереди. И, наверное, больше никаких я работ брать не буду. У меня там целая куча малышек. Времени совершенно нет. Ну, в общем... Ну, не важно. Малышки все это зимние. Поэтому даже после Нового года я могу спокойно их вышивать. И на следующий год у меня уже будет побольше всяких игрушечек. Вот такие пятна появляются от влажности, от соприкосновения с чем-то. Я вам уже рассказывала, что я вот заматываю даже все вот эти, видите, металлические моменты. Заматываю, чтобы, не дай бог, нигде ничего у меня не соприкасалось с конвой. Ну, в общем, девочки, я довольна результатом. Сейчас возьму своих гадов и буду отшивать бэк. Не знаю, сколько я успею, но сколько я успею, столько успею. Бэк и на этом буду закругляться, потому что, ну, не знаю, может быть, еще какую-то малышечку попродвигаю чуть-чуть, если у меня получится. Потому что уже буквально мне осталось полтора дня до конца ноября. И вот я полдня хочу оставить на малышечку, и один мой вышивальный день у меня пойдет на гадов. Посмотрим, как это у меня все получится. Все, я отключаюсь и встретимся с вами буквально через секундочку. Так, сейчас уже ночь, я взяла буквально на полчасика своего, ну, погодишку. Я немножечко его повышивала, раньше даже вам не показывала, но вы видите, что мордашечка уже готова. Поэтому сейчас, сколько у меня будет времени, там посижу, посмотрю какое-нибудь одно видео и продолжу вышивать, перейду на тело. Потом уже в конце видео вам покажу результаты. Так, я приступаю. Очередное мое включение в конце последний день ноября. Но я, как всегда, пока выложу видео, уже будет первая неделя декабря пройдет. Но, к сожалению, у меня быстрее не получается, девочки. Это видео я же хотела, даже вам раньше говорила, по-моему, в предыдущих включениях, что сделать сразу как бы окончательно и блиц-отчет и все. Но потом решила, что какой там блиц-отчет. Когда совсем недавно я вам показывала то, что я вышивала буквально несколько дней назад. И сейчас покажу остаток. Ну, вот, в общем-то, кто следит за моими продвижениями, тот так все знает, чем я занимаюсь. В общем, как вы помните, я вам говорила, что я хочу сделать бэк на вот этой креветке. Ну, и, может быть, написать надпись, если получится. Ну, и, в общем, максимум, что я могу сделать. Ну, давайте покажу, что я сделала. Опа. Все, креветочка моя готова. Надпись написана. Боже ж ты мой. Девочки, вы не представляете, вот здесь даже видно чуть-чуть так как бы не совсем красиво. Но после буквы С, вернее, с буквы С досюда, я... Вы не поверите, я перешивала... Ну, я не знаю, сколько, девочки. Ни два, ни три, ни четыре раза. Раз десять, наверное. Я сначала где-то до четырех считала, потом уже перестала считать. Не знайте, буквы мне никак не ложились. Вот никак не ложились, вы понимаете. Я нитку просто отрывала, брала новую нитку. Думала, может, нитка как-то не так. Мазала кондиционером. Ну, в общем, никак не могла. Ну, в конце концов, я справилась, написала. Ну, может быть, не совсем ровно, но я считаю, что все равно очень-очень неплохо. Правильно? Как вы думаете? Мне кажется, что просто красивенько получилось. Бэк здесь вышивается в две нити. Вот таким, не знаю, туркезо, ярким цветом, да, и белым тут такие места. В общем, я довольна результатом, потому что это стояло у меня в планах на ноябрь, и я выполнила, и слава богу, все. Остался морской конек, но там тоже... Там столько бэк, что мне, наверное, весь декабрь придется его делать. Ну, потихонечку сделаю, ничего страшного, правильно? Так, дальше, чем я занималась? Малышки я хотела взять, но я не брала много, потому что, ну, по времени уже не успеваю, поэтому я взяла своего... Ну, погоди! С последнего раза, что вы видели, я, по-моему, вот тут вот голову что-то такое, волосы вот эти, да, шерстку волосы, ну, неважно, вы меня поняли, что-то вот такое вышивала, и потом я вам в каком-то тоже видео говорила, что я его немножечко брала, но не показывала вам, то есть у меня было какой-то там часик времени или 40 минут, и я ничего не хотела из серьезного брать, поэтому взяла то, что было сверху лежало, и я его чуть-чуть продвинула на пару ниточек. Ну, и теперь смотрим. Как вы видите, я уже дошла до одежды, мордаху всю вышила, одежда, и вот остались ножки, ручки и цветочек, да. Цветочек, я вам тоже говорила, вот здесь, если вы посмотрите, я его буду бисером вышивать, посмотрю, какой подберу бисер, ну, который у меня есть, неважно, красненький какой-нибудь сделаю, желтая серединка, и пуговки эти тоже я здесь оставила, промежутки я сделаю, тоже пришью бисер. Бисер милхил у меня есть, или какой-нибудь золотой, или черный, неважно. В общем, посмотрю, что у меня там в остатках лежит, то из того я сделаю, правильно? Вот, так что, девочки, вот такие вот у меня продвижения, они, конечно, не очень огромные, но я зато еще все-таки уже перешла на второй лист розы, розы я тоже стараюсь продвигать. До конца декабря я, как уже повторюсь, кто меня вот, может быть, прошлые там плохо не услышал, или прослушал, или отвлекся, я хочу закончить вот этот один лист, чтобы в следующем году приступить ко второму и его быстрее вышить. Давайте все-таки еще раз я вам покажу эти розы, ну, чтобы уже закрыть это видео, так, вроде как и итог, и блиц-отчет, и все на свете. Давайте вот этого положу сюда. Ну, я еще, помните, милхил довышивала, и ворона довышивала, так что тоже это вы уже все видели, поэтому на этом останавливаться не буду. И вот мои розы. Ну, давайте вот так уже положу. Роза закончена, тут идут листики, вот если вы присмотритесь, вот она, граница листа, то есть вот мне осталось буквально листочки, вот эта часть, это уже со второго листа. Я когда вышивала, я нитку заканчивала, ну, как мы обычно заканчиваем с переходом на второй лист. И вот здесь вот сейчас будут только зеленые листочки, вот досюда, да, поэтому розочки здесь уже не будет, здесь пойдет зелень побыстрее. Вот, так что, так что вот так, вот такие мои итоги. Не, ну, все-таки давайте, коли же мы говорим про итоги и блиц-отчет, милхил, только осталось вырезать и собрать, но нету времени, ребятки. Мой ворон от Сацу Мастрит, он шикардосный просто. И елочная игрушка от Жарптицы. Ну, вот с такими итогами я закончила ноябрь. Мне кажется, что, в принципе, один, два, три, четыре, пять, шесть процессов за ноябрь я продвинула. Два финиша. Ого, два финиша. Ребята, при моей загруженности два финиша, пусть даже маленьких. Ну, хорошо, это не до финиша, потому что надо его еще сложить, собрать. Может быть, вот в воскресенье у меня будет побольше времени, и я смогу вырезать и подшить, и все оформить. В общем, будем посмотреть, как по времени будет. Но я считаю, что все-таки ноябрь у меня тоже сложился совсем неплохо, и розочки продвинула, и бэк, достаточно бэка на этих гадах вышила, и малышке закончила, все, я с собой довольна, как никогда. Но декабрь будем посмотреть, что у меня получится, потому что декабрь у меня еще более насыщенный, чем ноябрь в плане работы. Эх, эх, хочется много повышевать, но об этом мы поговорим уже в следующем видео. Всем пока, спасибо за внимание, спасибо, что вы меня смотрите. Переходите на Дзен, подписывайтесь на Дзен, и, может быть, все-таки я там как-то начну тоже поактивнее принимать участие. Я просто площадка как-то такая очень медленно, очень медленная такая, медленно раскручивается, медленно люди как-то приходят, и нету энтуазизма вкладываться во вторую площадку, если я не вижу отдачи. Правильно, тем более, ну, ладно, не важно, бог с ним. Все, девочки, спасибо, кому понравилось, как всегда, ставьте пальчики вверх, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, и всем пока-пока!